Добрый день, коллеги. Здравствуйте еще раз. Теперь у меня крупным планом, наверное, должно быть видно. Так как я, наверное, не совсем в ту сторону смотрю, видимо, сюда куда-то нужно. Еще раз добрый день. Меня зовут Дмитрий Кричман. Я из Петербурга. Ну и сейчас нахожусь в Петербурге. И я один из сотрудников компании, которая называется Гиперметод. Это и на протяжении многих лет компания занимается созданием систем электронного обучения, ну и смежных, решением свежих IT-вопросов в вузах и в компаниях. Ну, чуть-чуть вот там на слайде внизу вы можете видеть, где это все внедрено. Какие-то примеры, которые будут в контексте нашей темы. Я расскажу, может быть, чуть-чуть подробнее. Если позволите, я бы запустил маленький опросик для того, чтобы как-то представить мне вас, с кем мы взаимодействуем. Подключайте, пожалуйста, там кнопочки нажимайте, чтобы какими-то правильными словами в дальнейшем я мог с вами говорить. Ну, вот пока что поезжают в вузы. Можете как-то свой вариант написать, если вы не подходите под одной из категории. Вот, это как бы раз. Ну, второе, о чем бы я хотел сказать, конечно, это вот по теме нашего сегодняшнего вебинара. Здравствуйте, коллеги, кто вот приходит. Пожалуйста, проголосуйте. Ну, в общем-то, наверное, да, такая выборка. У нас еще маленький опросик будет буквально на следующем слайде. И, в общем-то, я вас перестану мучить своими вопросами, буду докладывать то, что заявил. Ну, я так понимаю, что остальные голосовать категорически отказываются, поэтому примем за данность, что у нас аудитория в целом вузовская. Спасибо, коллеги. Итак, тема, может быть, не очень конкретно сформулирована и не совсем, наверное, понятно, для чего это вам нужно. Но я бы хотел донести до вас некоторые мысли, связанные с тем, что происходят определенные изменения, с которыми мы, наверное, все и так сталкиваемся. Но то, что они носят системный характер и что за ними может, в принципе, происходить, какая для нас с вами в образовательной системе, раз мы будем ее не делаться на вузы, в образовательной системе какая серьмяжная сущность и какой профит или какое видение мы должны из этого извлечь. Вот про это. Ну, еще раз повторюсь про мою компанию, в которой я работаю. Она на протяжении многих лет занимается внедрением систем электронного обучения, если мы про вузы говорим. И вот тема цифровой трансформации, цифрового общества, цифрового образования. И вопросы, конечно же, технологические, заявленные в названии, экосистемы. Это все то, что соотносится с интересами наших заказчиков, наших клиентов. И вот какую-то агрегированную такую выжимку я постараюсь представить. Ну, начнем мы не с сегодняшнего дня, а с дней ветхозаветных, в прямом буквальном смысле это слово. И хотел просто... Так, переключается. Да, напомнить вам место вступления. Наверняка в детстве вы смотрели всякие разные фильмы. И в том числе и узнаете, наверное, по картинке, о каком фильме идет речь. Но нам с вами, может быть, не столько это кино интересно в данном случае, сколько, конечно же, та история, которая стоит за этими кадрами. Я не буду повторять, там, как бы, достаточно длинные цены в самом кино. Но это часть ветхого... Да, спасибо за подсказку, Карла Российской империи. Часть ветхозаветной истории. Ну, и давайте второй наш вопрос, чтобы мы со всеми познакомились. Спасибо. Ну, Ветхий Завет и Новый Завет, понятно, да, это немножечко... Хотя, как бы, евангельские книги, да, но они немножечко отличаются, в принципе, историческим горизонтом. Да. Ну, в принципе, да, поактивнее проголосовали, видимо, тема ближе. Отлично, спасибо, коллеги. Я на этом построю некие рассуждения, которые, может быть, будут для вас любопытны. Вячеслав Александрович, несколько шло вопросов. Вопрос на экране. Читали ли вы Ветхий Завет или Новый Завет, или вы ничего не читали? Спасибо. Останавливаемый вопрос. Ну, и давайте пойдем дальше. Про что я сегодня расскажу? Я расскажу сегодня про тот наш опыт, который связан, и то у нас такое небольшое, но все-таки видение, что же такое цифровая трансформация в организациях, в первую очередь в ВУЗах, что мы делаем в области, связанной с электронным обучением, и в первую очередь, как мы строим некое новое слово, ну, 18-го, наверное, года, или там, 17-го года, в нашем словарном запасе, айтишном, это экосистема. Вот про это направление буду рассказывать. Ну, как я уже сказал, начнем с Ветхого Завета. Итак, вначале было слово, и это слово было Бог. Ну, вы знаете, да, что в оригинале там логос, который вот имеет множество значений в переводе на русский язык, там, или в переводе на другие языки, и поэтому в свое время был выбран именно такой перевод, но, наверное, это более многозначное слово. Но, тем не менее, обратимся, если мы посмотрим, мы говорим сейчас про трансформацию от Ветхого Завета на то, чем мы сегодня с вами все работаем. Я имею в виду текст, в первую очередь, для Павла. Он как раз в этой тематике больше всех съел собак, чем мы все вместе взяли. Но, тем не менее, если мы посмотрим на эволюцию текста как такового, как носителя знаний некоторых, то мы можем заметить, что Ветхозаветные, например, тексты, ну, и вот весь тот период времени, они формировались по, ну, очень такому простому принципу. Я поэтому спрашивал, кто из вас знаком, да? Помните, значит, там, Евангелие от Иоанна, Матфея, это изложения евангельские построены по принципу последовательности действий, последовательности происходящих событий, вовлечения в них участников. Эти тексты абсолютно линейные. И так продолжалось достаточно много времени до тех пор, пока не наступила эпоха возрождения, и вдруг в текстах, и тут есть технологическая для этого основа, потому что эти тексты раньше были рукописными, и они были абсолютно ценностью, являлись, потому что распространение знаний через такой носитель было весьма трудоемким, поэтому оно было предельно ценным. И те, кто обладал этими знаниями, это не просто людины, это определенные сословия, потому что доступность этих знаний была весьма и весьма ограничена. А вот если мы посмотрим на эпоху возрождения, появление печатного станка в Германии, то выясните, что вместе с такой технологической, как бы с одной стороны, революцией произошла и трансформация самого текста. Не смысла, а того, как люди стали подходить к написанию и изложению материала. И тексты стали формироваться по принципу необязательной последовательности, так называемой флешбеки, такой киношный термин, когда мы возвращаемся назад в повествование или вперед, или повествование происходит одновременно, условно, про одновременные события в разных местах происходящие. Это следующий шаг в формировании текстов как носителей некой ценности, неких знаний. При этом стоимость, естественно, экономически упала, потому что тираж, печатный установок и так далее, но, тем не менее, все равно оставалось достаточно относительно недоступным для всех масс продуктов. 20 век. И мы с вами наверняка помним, и многие это знают, что впервые идея гипертекста как такового, то есть множество текстов, которые связаны между собой чисто технически, гипертекста как такового. Ну, да, давайте я все-таки мысль свою доведу до конца. Конечно, везде есть исключения. Если даже мы возьмем с вами евангельский текст, я имею в виду Новый Завет, то мы тоже можем увидеть там элементы или признаки гипертекста как такового. Я с вами тут как бы согласен. Но есть некое все-таки правило целостное. Итак, 20 век. Мы видим, что технологические появления в 44-м году, в сервере, особо компьютеров-то не было в начале 40-х. Поэтому был такой господин Ванавар Буш, который являлся советником президента США по науке. И вот он предложил, наблюдая за тем, как работают конгрессмены и сенаторы в библиотеке Конгресса, наблюдая за их деятельностью, предложил некую идею многосвязанных текстов, то есть такого технического устройства, которое называлось MEMEX, это аббревиатура, условно memory extender, расширитель памяти. Когда у него идея была механическая, она не была реализована, она была реализована спустя несколько десятков лет, но тем не менее саму концепцию гипертекста, как такового многомерного текста, как в рамках вот такой одной локации, условно, библиотеки, была предложена как раз в 40-е годы. То есть не просто изложение, но и само чтение, которое имеет возможность переключаться практически моментально с одного документа, с которым работает человек, на совершенно другой, который, может быть, ему не был известен даже до начала чтения этого текста. И вот вы знаете, что в 70-х годах, собственно говоря, уже был предложен сам такой ключевой термин, как гипертекст. И в 70-х, 80-х, такой тоже известный, широко известный в узких кругах специалист, как Гадор Холли Минальсен, он реализовывал, к сожалению, этот проект не успешен, но он являлся фундаментом для того, чтобы потом был построен WorldWideWeb. Проект назывался «Ксанаду», и так как ключевая книга, которая по нему издана, и много раз пересдавалась в разных версиях, называлась «Как мы можем мыслить». Вот кто, к чему пришли мы сегодня? А сегодня мы пришли к тому, что доступность из-за технических устройств, с которыми мы с вами работаем, с телефонов, мы к нему еще вернемся, доступность, тексты стали не просто многомерными, мы в любой момент времени именем доступ вообще не только к библиотеке, не только к ближайшим документам, по гиперсоркам, но вообще ко всему космическому пространству текстов, которые существуют в мире, благодаря тому же вебу и поисковым машинам, которые существуют. Вот та трансформация, которая произошла с контентом, по крайней мере, текстом, и к чему она привела? Она привела к тому, что ценность самих знаний, как таковых, если мы возьмем учебный курс, например, по математике и по физике, она близка к нулю, вообще нулевая. Она стоит ровно столько, сколько стоит трафик в телефоне. В отличие от того времени, я пропустил, но я специально по полкам, по своим домам посмотрел, вот у меня такой новый завет, видите, да, книжечка, наверное, 12-го года. Она прошла здесь через множество рук, как каждый диакон, который владел этой книгой, это 12-го года, Киевское издательство, заботливо писал внутри, вот как бы как в подписном листе, кто он, откуда. То есть сама по себе эта книга представляла даже в 12-м году и чуть позже заметную ценность как носитель неких знаний. Сейчас мы опускаем мистическую составляющую. Я имею в виду, конечно же, просто это в качестве примера, потому что мне близка она здесь на книжной полочке. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Не совсем понял, что вы хотели сказать, но, видимо, я что-то пропустил в чате. Итак, приходя к сегодняшнему дню, ВУЗ, учебное заведение, которое использует в том числе и книги, и тексты в качестве базиса некоторого информационного, понятийного и знаний, должно понять, что в сегодняшнем обществе цифровом нашем контент в каком-то смысле бесценен. И когда мы говорим о трансформации, мы должны исходить из того, что стоимость знаний как таковых она практически равна нулю. И тогда получается, если раньше учебное заведение давало знания, потому что оно являлось владельцем этих знаний, то теперь это составляло условно-интеллектуальный капитал. То есть сейчас этот условно-интеллектуальный капитал по своей стоимости равен нулю. И какова тогда функция? В чем тогда задача, если почему люди должны идти в этот ВУЗ, а не в тот одни и те же знания, и можно даже вообще в ВУЗ не ходить. И в общем-то вот один из тезисов, который я хотел бы озвучить, о том, что появляется некая другая трансформация, это не только технологическая штука, появляется новая функция учебного заведения, или вернее новое видение, а для чего же оно необходимо в частности. Ну, вот маленький такой флешбек у нас получается. Буквально недавно вышла книжка такая замечательного Александра Прохорова, я имею счастье с ним быть знакомым, и хотел просто для тех, кому тема цифровой трансформации любопытна, интересно, просто обратить ваше внимание на эту книгу, она так и называется, цифровая трансформация, она доступна и в интернете, ее можно скачать и купить в магазинах. Ну, кому любопытно, вот самый свежий взгляд на то, что происходит в мире, и обобщение, агрегация некого опыта в этой части для любопытных. Итак, для нас с вами, как для людей, которые связаны с организацией, в данном случае лечебного процесса, ценность или цель, это цель, когда мы говорим про трансформацию, это увеличение в конечном счете производительности, увеличение эффективности. Но в отличие от автоматизации, которая накладывается на текущие бизнес-процессы или на текущие организационные схемы какие-то, это изменение и внутренних процессов, внутренней культуры, процессов самой организации для того, чтобы эта цель увеличения эффективности была достигнута. Ну, примеров тому много, я уже не буду замыленные примеры называть, вы так все это знаете. Что же для нас с вами, в чем изменения заключается с нашей точки зрения людей, которые внедряют в разных опроводных учреждениях системы электронного обучения, здесь часть из них маленькая, на слайде вы видите, я специально упомянул, да, это и Уральский федеральный университет, и Российский государственный социальный университет, и Нижегородский технический университет, и Московский государственный строительный университет, и множество других организаций, про которые я еще расскажу, заключается в том, что в отличие от, ну, там, условно, десятилетнего горизонта событий прошедшего на сегодня успешен тогда, когда успешны его выпускники, тогда, когда они, попадая на рынок труда, успешны на этом рынке труда и конкурентоспособны, потому что сам по себе интернет, как хранилище информации, успеха, обеспечить успех будущему сотруднику какого-либо организации, сам по себе не может. Только вот в этом снаше впечатление и главная задача преобразования внутренних процессов в организации учебной для того, чтобы можно было обеспечить успех на рынке труда, не просто давая знания, а более эффективно, то есть сокращая издержки, сокращая временные какие-то затраты за счет реорганизации и автоматизации тех процессов, которые не автоматизированы в большей части. Вот про это. А то, что можно, я покажу в второй части нашего вебинара и жильем постараюсь тоже показать. Вот такая основная идея заключается в том, что мы делаем, в том, что мы привносим в организации, обеспечивая на цифровой базе, на технологической как успех. Ну и маленький тоже такой флешбэк. Многие наверняка из вас училище в то время условно доперестроечное, как и я, например. И все мы с вами помним, что помимо собственно говоря учебных курсов, учебных дисциплин, семестров и специальностей существовало огромное количество других активностей, которые в учебном заведении были. Это и творческая деятельность, это КВН, это стройотряды, это научная деятельность студенческая, это спортивная деятельность. И на основании этого принимались многие решения. Кого-то принимали в партию, кого-то не принимали в партию. Множество разных критериев. Кто-то был активным, кто-то оставался на кафедре научной деятельности, кто-то на кафедре научной деятельности, кто-то попадал на производство, кто-то в научные и исследовательские институты. И я просто говорю к тому, что существовали еще другие критерии, помимо вкладыша в диплом с оценками, которые позволяли отчасти подойти к этой задачке успеха. Успех всегда относительно субъективен. Для кого-то успех, для кого-то полный провал. Метрик больше, оценочная ведомость. Например, если мы говорим про компании, про внутреннее обучение в организациях, много вузов, в компаниях, в организации обучения и развития персонала существуют процессы, которые позволяют не просто понять соответствие или несоответствие должности, а понять и сформировать индивидуальный план развития. А кого из сотрудников мы должны удерживать на своем рабочем месте, кто из них является, кто составляет экспертизу, то есть ценные сотрудники, кого мы должны развивать, кого продвигать по служебной лестнице. Это не оценки в буквальном смысле тройки, четверки, двойки, пятерки. Это то, как раз, что соответствует критерию успешности. Успешности сообразно потенциалу и текущему состоянию каждого из сотрудников. Мне думается, что эта идея вполне может быть принесена на вузовскую платформу, когда мы говорим об успешности как многовектор в этом пространстве не только об оценках, а о контекстном успехе на рынке, субъективном успехе на рынке труда. Пойдемте дальше. Я покажу и расскажу в второй части камерного вебинара. Я расскажу про то, как части очных процессов реализуются в цифре, про адаптивное обучение, как его организовать, про то, для чего нужна база знаний, это пространство многомерное, про которое текстов мы говорили, о том, как связаны компетенции рабочей программы дисциплин, и как-то в цифре опять же реализуется чуть-чуть про проектное обучение, гимнификацию, мобильное обучение. Вот я постараюсь что-то кратко обозначить, а что-то показать живьем то, что наиболее может быть интересно. Ну, так, двинемся. По ходу дела, поскольку у нас не так много, я думаю, что... Добрый день, Елена Николаевна, можем с вами... Вы можете писать мне вопросы. Единственное, я просил бы вас писать на вкладочке вопросы, для того, чтобы мне было просто легче их потом найти в общем потоке чата. Это очень помогает. Обратите внимание, что рядом в чате есть две вкладочки. Общий чат и вопросы к докладочку, то есть смотрят ко мне. Итак, да, и где-то я буду переключать на экранчике. Экранчики. Как я уже говорил, я представлю компании, которая внедряет систему электронного обучения. Часть учебных соведений, где это внедрено, вы уже услышали. И что же там в основе? В основе системы электронного обучения, которая называется ELEOX-4G, или вот сейчас выходит новая версия 5G, и отчасти я буду рассказывать и про нее. Она модульная, и в этом смысле она не просто модульная, она имплементируется в текущую открытую инфраструктуру нашего информационного пространства. Это означает, что она интегрируется, например, с учетными записями, которые системами аутентификации, которые работают через Active Directory AD или через OAUS. То есть, вы можете, в принципе, работать в ней, имея учетную запись, например, в Фейсбуке. Это как бы раз. Второе, она сама по себе имеет программный интерфейс, позволяющий ее связать с другими информационными системой. На каких-то примерах я чуть попозже про это расскажу, кроме самой авторизации. Например, модуль вебинаров, который сюда встроен, здесь называется в нижнем левом уголочке E-класс, система, которая позволяет работать не только с ее сервером, но работать с E-классом можно, например, из Moodle, если вы вдруг захотите это делать, или вообще без всякой LMA-системы напрямую. И даже учебные результаты получать можно в E-классе, если вы будете использовать в качестве контента, контент, который организован в виде спецификации, поддерживает спецификацию TINCAN, который передает учебные результаты на сервер, где они накапливаются, эти результаты. Вот маленький пример того, как один из блоков, один из модулей может быть легко интегрирован, даже не то, чтобы легко интегрирован практически бесшовно, с множеством других информационных систем, существующих в открытом интернете. Итак, помимо виртуальных классов в E-learning сервере есть учебное планирование, это естественно там бупы, рупы, специальности, календарные планы, семестровки и так далее, все, что с этим связано, учебные группы, естественно, потоки и так далее. Это расписание, опять же, семестровая на этой базе, которая строится с учетом ППС, кадровых ограничений, ну и прочих разных вещей, которые обычно в диспетчерской списании учитываются. Это байна-рейтинговая система наша с ее метриками, это прокторинг, который сейчас уже фактически де-факто обязателен для учебных заведений, без этого не построить не построить эти стацию удаленную дистанционную, это база знаний, это электронное портфолио, это инструменты построения условно профессиональных сообществ, о чем мы говорили, спортивных, всего того, что вне рамок учебного процесса находится. студенческий хор, олимпиады, конкурсы, в общем, вот это вся, стройотряды, те же самые, сейчас, по-моему, уже нет, но раньше, как явление, такое было. Это средства разработки электронных учебных курсов, и это средства для мобильного обучения, про них мы чуть попозже поговорим. Ну вот, если мы посмотрим на эту систему с точки учителения компании, то тут другой набор функциональности, близкий, конечно же, но тем не менее, это и подбор кадров, это и ротация кадров, это и регулярная оценка персонала, в учебном заведении тоже есть оценка преподавателей, например, это множество других процессов, включая учет рабочего времени, например, которые тоже в рамках этой системы решаются. Ну, Алексей Иванович, спасибо за строит отряды возрождаются, юнармия, да, у нас тоже много всяких процессов восстановительных идет, это не потому, что там какая-то политика, просто это объективная, наверное, все-таки реальность, необходимость в обществе иметь вот такие процессы, которые формируют, упорядчивают, и дают людям возможность самореализоваться в этом обществе, в нашем социуме. Это, видимо, так и должно быть. Ну, побежим дальше. Ну, естественно, все это предназначено для того, чтобы не только, далеко не только дефинационное, а то, что мы сейчас называем цифрой, цифра, значит, везде. Везде, значит, постоянно у меня не только в компьютерном классе, не только дома на компьютере или на работе на ноутбуке, но и со мной всегда и постоянно. Вот даже сейчас в любом кармане, да, один, а то и два смартфона у человека присутствуют. Вот, значит, цифра, она здесь находится. Это ее принципиальное отличие. Несколько примеров, где где-то используется, например, Нижегородский технический университет, это Уральский федеральный университет, немного меньше 50 тысяч студентов, и 8 тысяч преподавателей практически ежедневно работают в платформе. Это Российский государственный социальный университет, там тоже порядка 50 тысяч студентов дистанционных. А другие примеры, это сохранение Краснодарского края, правительство Московской области, обучение государственных муниципальных служащих. Вот, например, цифры в обучении и развитии. Российская таможенная академия, в Москве, которая находится. Компания «Газпромнефть», не совсем ВУЗ, но тоже процессы, связанные с оценкой и формированием индивидуальных планов развития, все это там находится. Еще один пример, уже ближе к ветхозаветным примерам, это учебный комитет Русской Православной Церкви, который объединяет на цифровой нашей платформе обучение, такой поэтапный проект, обучение для всех учебных заведений, семинарий, академии. Это был только Сергей Рапат, трехсергиев Лавра, а на сегодня это, по-моему, четыре или пять заведений, которые объединены в рамках этой среды образовательной и цифровой по соответствующим направлениям подготовки. Посмотрим теперь на несколько примеров, если вы позволите. Наверное, сейчас пока я с учетом нашего небольшого временного отрезка живьем это показывать не буду, покажу что-то поинтереснее, просто расскажу. я сам имею относительно даже не знаю, как сказать, большой или маленький, но относительный преподавательский опыт, там порядка двадцати лет, и вот часть этого опыта, как один из авторов этого программного изучения, перенес и сюда. Мы с вами все привыкли, что дистанционное обучение это электронный курс, это тест один или несколько, ну и в общем-то все. Иногда это поддержка преподавателя, тренера, там форум, ответы на вопросы, вот что-то в этом духе. Но в реальной же жизни происходит, когда мы с вами преподаем немножечко не так, то есть мы не приходим и просто чисто механически переписываем конспект на доску, да, это все-таки всегда коммуникация, это всегда коммуникация такое, ну условно сценарная, то есть у каждого преподавателя свои приемы организации правильные с его точки зрения учебного процесса в рамках своей дисциплины, ну кто-то, например, не допускает до выдачи курсовых работ, таких примеров наверное много, вы можете в своем опыте, пока вы не прошли например половину курса, или у вас не сданы какие-то контрольные точки, да, какой смысл вам давать курсовую работу, если вы еще контрольные точки не прошли, кто-то это не использует, вещи относительно субъективные и когда мы говорим про электронный процесс, то как-то мы выкидываем за борт массу того опыта, который наработан конкретными преподавателями, и поэтому в нашей платформе например, строены средства адаптивного обучения, тогда, когда для каждого события или каждого мероприятия в учебном плане, в рабочей программе дисциплины например, если мы на нее опираемся, то есть перечень занятий, тем контрольных занятий в виде курсовых или рефераторов или тестов каких-то, и так, тогда, когда мы можем выстраивать некую логику, то есть не просто дать материал, а во-первых, его упорядочить, во-вторых, сопоставить успешность прохождения дисциплины с некими обстоятельствами, которым должен соответствовать тот или иной слушатель. Ну, например, вот здесь как раз на слайде по-моему, он показан, тогда студент допускается к получению заданий на курсовую работу только тогда, когда он пройдет первое 50% учебного материала, занятий, успешно пройдет, тогда, когда он выполнит две контрольные точки на менее чем 50% успеха, ну, там, баллов, ну, то есть положительно их пройдет. И эти условия могут быть распространены на и другие события в учебном материале, в учебном курсе. Они могут быть привязаны, например, к рейтингам. То есть, если человек входит в топ-5 студентов, да, то есть не к абсолютным результатам, а к относительным результатам, при этом эти рейтинги, вы сами понимаете, они идеальнически перестраиваются в зависимости от того, какой результат на текущем шаге был получен. Человек прошел тест, он в рейтинге перенеселся выше или ниже, соответственно, от этого автоматически изменилась его программа прохождения его учебного курса. ему могло что-то дополнительно назначиться или наоборот отменяться какие-то активности, которые были обязательными при его предыдущих учебных результатах. Конкретная методика, это, конечно, дело же конкретного преподавателя, но, тем менее, вот в нашей системе электронного обучения такие инструменты присутствуют и, на первый взгляд, они являются в каком-то смысле уникальными, нигде больше их, по крайней мере, на этическом нашем пространстве мы не наблюдали. Вот, пойдемте дальше в цифре. То есть, это пример того, как мы переносим то, что есть в очном, то, к чему мы привыкли, в формат цифры. База знаний. То же самое, когда я работал на кафедре и получал степень, соответственно, помимо общей библиотеки, у нас была предметная лабораторная библиотека, где мы хранили книги, которые сами приносили. формировалось любой коллектив, любую социальность формирует некий базис понятийный, информационный, свой локальный. Точно так же и здесь, в цифре. Но цифра дает в одно из получить некое новое качество. Не просто хранить информационные материалы или учебные модули в базе знаний, в цифровой базе знаний, но и автоматизировать процессы первого поиска, сопоставления и, например, рекомендаций. То есть, условно, на пальцах. В нашей системе каждый объект, будь то субъект, студент, преподаватель или кто-то еще, и каждый объект, они могут соотноситься с некими классификаторами или рубрикаторами, предметом, тематическим, классификатором интересов и прочее. И тогда, когда вы, ну, дескрипторами, условно, и тогда, когда вы привносите какой-то новый элемент в базу знаний, ну, я разработал, например, какой-нибудь видеоролик и положил в базу знаний, я его описываю вот этими метаданными. А в том случае, если профиль метаданных отчасти совпадает, вот этого объекта, который я там разместил, совпадает с метаданными моими, как, ну, и как кого-то другого, да, субъекта, а, соответственно, автоматически в рекомендациях к изучению, там, условно, в виджете, который называется «Мне это могло бы быть интересно», появляются уведомления о том, что размещен в базе знаний такой-то материал, который может пригодиться тому или иному человеку, но исходя из профиля интересов соответствующих слушателей. Вот такие, такое небольшое новое качество, которое позволяет не просто прийти в библиотеку и набирать там что-то поискам, да, но и автоматизировать процесс информирования о, условно в кавычках, новых поступлений по профилю моего интереса. То же самое касается и курсов, и всего остального, всех остальных объектов, которые в базе знаний могут храниться, а там хранится практически все. И пользователи, и учебные курсы, и компоненты этих учебных курсов, и обсуждения в форумах, и записи вебинаров, все-все-все-все. Вот тоже такой маленький момент. И исходя из этого, кстати говоря, забегая вперед, и модели компетенции, про которые я на следующих словах скажу, как раз могут и формироваться вот эти группы, то, о чем мы говорили в самом начале, когда я говорил про компании, как раз группы экспертизы, то есть те люди, которые выявляются в результате работы и базы знаний, она же еще копит статистику по учебным материалам, по их использованию, группы экспертизы, на основе которой может сформироваться экспертное сообщество по тем или иным направлениям. Вот такие выводы, которые можно сделать тоже из цифры в организации не в буквальном смысле прямого учебного процесса, но того, что де-факто и так присутствует, но не подпадает под параметры автоматизации в том смысле, в котором обычно это используется. Третья составляющая, про которую я хотел сказать, это, ну вот все знают, что в ГОСах третьего поколения там всяких плюсов, плюс-плюсов введено понятие компетенции, которое пришло на самом деле с корпоративного управления, управления человеческими ресурсами, персоналом, или как сейчас принято говорить, управление человеческим капиталом в компаниях, да, но далеко не очевидно, для чего же компетенции, как таковы, нужны в непосредственно в образовательном процессе. Ну да, как идея, наверное, это понятно, да, компетенция это демонстрируемый, демонстрируемый, наблюдаемый, вернее, умение выполнять те или иные действия там или обязанности, но тем не менее для ВУЗа всегда, ну, это было так немножко не очень понятно, так скажем, да, так вот, да, и проектирование рабочей программы дисциплины, это всегда большая проблема, потому что фактически вам необходимо в рабочей программе дисциплины связать тематический план, то есть все занятия с компетенциями, да еще так, чтобы они были, все покрывались, да, и контрольные измерительные материалы, еще с этими индикаторами, которые в этих компетенциях и присутствуют, вот, в нашем случае мы не просто можем это сделать в рамках системы электронного обучения, но еще и наблюдать, а как же со временем, как же изменяют компетенции у тех или иных слушателей, которые проходят учебные дисциплины, сравнивать их между собой, то есть набирать некую статистику, а это важно в дальнейшем как раз для того, чтобы при попадании человека на рынок труда, как раз про тот успех, про который мы говорили, мы могли формировать некие представления о том же, в каком направлении ему двигаться, в управленческом ли, предметно-управленческом условно, или в научном треке, ну и вот делать какие-то выводы и рекомендации на основании тех данных, которые получены системой в ходе учебного процесса на протяжении нескольких лет. Естественно, портфолио, ну тут, наверное, даже объяснять не нужно, да, это такое современное требование, куда помечаются и учебные результаты, и результаты внеучебной деятельности, спортивные достижения, там научные результаты, все это связано в единую информационную систему, вот это экосистенство информационных систем или подсистем, которые позволяют на основании учебной деятельности и всяких мероприятий, в том числе оценочных мероприятий, которые проходят по ходу учебного процесса, построить профиль сотрудника и будущего сотрудника и привести его на рынок труда, уже имея вот эту всю историю, его успех не только чисто, еще раз подчеркну, в вкладыш в диплом, приложение к диплому, где перечислены его оценки, но и то, в каких проектах он участвовал, в каких ролях он участвовал в этих проектах, если мы говорим про использование проектного обучения, как изменялись его компетенции на протяжении всего периода учебной деятельности, как оценивают его не только преподаватели, но и команды, в которых работал или вместе учился с другими тот или иной слушатель, все это менее формальное, но то, что составляет наверное добрую половину образовательного процесса в любом учебном заведении привести к цифре и дать на гора вместе с дипломом и приложение к этому диплому. таким образом. Ну и последнее, о чем я хотел рассказать и постараюсь показать, если вам будет любопытно. Правда, в предыдущем вебинаре я достаточно подробно про это рассказал, но повторюсь и здесь, думаю, что аудитория не очень пересекается. это про геймификацию тоже модная тема. Я порылся опять же в документы, к сожалению, такой рюмки у меня нет в арсенале, в отличие от книг, но старался найти первый пример использования геймификации у нас здесь в России и вот обнаружил для себя, что наверное к нему можно отнести, поскольку я вот петербургский житель, еще с, так скажем, ну, словно, мои предки с 19 века здесь находятся, то один из таких, наверное, самых классных примеров это кунсткамера. Кунсткамера и в правом нижнем углу вы можете видеть фотографии первого здания, где находилась кунсткамера, это Кикины палаты, они недалеко от Смольева находятся, если вот кто-то из Петербурга есть, наверняка вы часто там проезжали, и я тоже раньше просто не знал, для меня это тоже было открытие, что в этом здании, в Кикиных палатах находилась первая коллекция, собранная по указанию самого Петра, и со школы тоже известно, что при входе в кунсткамеру людям давали чарку чарку водки, рюмку водки, которая сейчас здесь на слайде изображена, я не знал про Цукерброд, но оказалось, что и Цукерброд тоже давали, но видимо по выбору как-то. Для чего? Кунсткамера это первый образовательный просветительский проект в России, такой, то есть не просто музей, это и образовательная такая штука, для того, чтобы людей привлекать, вовлекать во все эти процессы. Цукерброд, если кто-то не знает, хлеб с маслом, это не фамилия. Вот. Давайте дальше пойдем, тогда. И вот гемификация, как это в цифре для нас с вами может отразиться на учебном процессе. Хлеб с сахаром, да. Но обычно это белый хлеб или булка, белый хлеб с сахаром, часто еще с маслом. Да, еще в наше время даже лакомством сейчас, наверное, это уже не воспринимается вообще никак. Итак, в основу гемификации как такового положены процессы, связанные не столько с тем, условно, с думом, с квейком или с какими-то стрелялками, гонялками. То есть это не значит, что учиться нужно условно в думе или в квейке. Это означает, что есть базовый набор принципов, их всего четыре основных, которые применяются для того, чтобы поднять уровень вовлечения, то есть заинтересовать, привнести интерес дополнительный, помимо формальной образовательной программы, нарезанной на кусочки там на семестре дисциплины, привнести составляющие, которые будут привлекать в большей степени к освоению этой образовательной программы тех, кто ее проходит. И одним из инструментов являются виртуальные награды, награды, бейджи. Часто они назначаются как бы механизмы, они тоже общеизвестны, часто они назначаются просто преподавателем по какому-то субъективному принципу. Но вот у нас в системе, по крайней мере, кроме как в назначении бейджей преподавателем, есть еще и некие правила, которые позволяют сформировать эти награды, исходя из неких достижений или результатов, которые чисто система считает. например, человек входит в топ-5, кто быстрее всех прошел учебный курс. Наградим его. Если он по трем учебным курсам прошел быстрее всех, наградим его большим бейджем. И вот такие правила пересчета, не обязательно скорость, и другие метрики могут использоваться. Набрал 5 бейджей, тебе дают один большой. Все эти механики можно в системе настраивать, тем самым привнося конкурентную составляющую. И все это, конечно же, для чего? Для того, чтобы обеспечить человеку такую потребность, как потребность в признании, признании его результатов достижений. Ну, что толку, что в его зачетку смотрят только родители? Ну, и, может быть, студенты учатся в одной группе в том случае, если это очная группа. А в дистанционном формате же вы там своих друзей, товарищей можете вообще не знать и с ним не взаимодействовать. Поэтому, конечно, важно, чтобы вот эта потребность общечеловеческая в признании, она была в цифре неким образом реализована и поддержана. Для этого существуют виртуальные доски почета, куда попадают те, кто набрал соответствующие результаты, вот в данном случае в бейджах. Это, еще раз, это не обязательно оценки. Вот эти правила это как бы элемент корпоративной культуры, который для каждого учебного заведения может быть свой. То есть, что ценится в людях, какие активности цены с точки зрения успеха потом на рынке труда. Это формируется в рамках конкретной организации. И что необходимо мне еще добрать, что ли, или условно сделать, какие еще баллы, где можно было бы набрать для того, чтобы попасть на эту доску почета, чтобы получить это признание. То есть, пусть таким образом это признание получать. Поэтому система всегда для каждого субъекта может подсказывать, что ему или в каком объеме, по крайней мере, необходимо еще сделать для того, чтобы быть признанным внутри своей организации. Еще раз, почему не только группа. И еще такой очень интересный инструмент, это батлы или дуэли, которые я хотел сказать. Наверное, ближе всего к жизни нашей с вами, ближе всего к Олимпиаде, скорее всего, где соревновательный принцип работает, но может быть и даже непосредственно Олимпиады, но вот где-то в этой стезе находящаяся штука. Основная идея, в чем я покажу, сейчас, когда мысли расскажу, стараюсь покаять живьем. Основная идея, в чем заключается, в том, что кто, как не мы с вами про своих однокурсников знаем лучше, что они умеют, а что они не умеют. И это может касаться однокурсников, это может касаться условно одних специальностей или направлений подготовки. Например, когда я учился по специальности прикладная математика, у нас было три группы по прикладной математике, всем читали одни и те же преподаватели, естественно, и кто-то читал удачнее, кто-то менее удачно, поэтому мы примерно представляли уровень знаний всех остальных, или уровень незнаний, что нам не хватает. Поэтому существует, с одной стороны, для того, чтобы оценить уровень знаний такие простые традиционные инструменты, как тесты, которые не учитывают субъективного характера этих знаний. Кому-то лучше, кому-то хуже, читали. А с другой стороны, существует внешнее представление о том, какие слабые места у слушателей существуют в этом блоке материала, если они существуют. И мы про них знаем. И поэтому дуэль – это возможность выявить эти пробелы в знаниях, познаниях условно более жестко или более продуктивно, когда мы говорим про коэффициент полезного действия или производительность труда условного какой-то. Смысл в том, что два человека задают друг другу вопросы попеременно, условно как бы стреляют друг другу вопросами, и каждый из них выбирает с его точки зрения наиболее трудный вопрос для своего визавида, своего противника. Ведется общий счет, и в том случае, если кто-то побеждает, это не оценка знаний как таковых, и в том случае, если кто-то побеждает, он получает виртуальную награду или бейдж за победы в дуэлих. Победил в пяти дуэлях, получил бейдж за победы в дуэлих. Тем самым проявляется с одной стороны его пассионарная составляющая возможность, у него появляется возможность в признании, как человек, вот я в свое время зарабатывал эти бейджи условно в школе, когда еще учился, я лучше всех играл в капусту так называемую игру, помните, там по рукам так бьют, у меня была очень хорошая реакция, и видимо хорошо поставленный удар ладонью, вот поэтому вот тоже такой пример бейджи, общего признания, было же круто выиграть во все это дело. Вот, давайте посмотрим, как это в жизни работает, сейчас маленькая техническая пауза, подключу свое смартфон к компьютеру и постараюсь вам показать. Так, и запустим трансляцию экрана. секундочку, что-то тут не очень... Отлично. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто видит экранчик моего смартфона. Так, не видно, да? Очень жаль. К сожалению, Мирополис так устроен, что я не вижу то, что видите вы, да? Поэтому, ну, кроме презентации. Очень жаль, вот, да, что-нибудь не может показать вам, захватить почему-то не может экран. Спасибо, коллеги. Тогда, видимо, не получится, к сожалению, продемонстрировать, но я... У меня есть видеоролик записан на эту тему, сейчас я в конце расшарю ссылочку на него, и вы сможете посмотреть то, что я хотел вам хотел объяснить по видео. сейчас отключу тогда. Не все может цифра в Мирополисе, к сожалению. вернемся тогда сюда. Очень жалко, что не получилось, к сожалению, коллеги первый раз в Мирополисе пытался это сделать, вот у нас на платформе работает замечательная демонстрация. Значит, когда будет сессия вопросов-ответов, я ссылочку на видео, которое на YouTube есть, пришлю, и вы сможете посмотреть на YouTube то, что я вам хотел показать, записанное предварительно. Вот. Ну, и вернемся к нашей презентации. Да, расскажу, каким образом там все происходит. Итак, ну, здесь на экранчике два участника, да, условно, один там, условно, на смартфоне, второй на десктопе в каком-то работает. В любом момент времени я могу вызвать 0 или любого другого человека, кого считаю, в рамках корпоративной культуры возможно. Если бы это была компания, теоретически мог бы вызвать и генерального директора, постреляться. Если мы говорим про вузы, то это может быть теоретически студент любой специальности. Но в базе знаний есть банк вопросов для дуэлей. Это могут быть вопросы из тестов или специально сделанные вопросы для дуэлей. Разница между ними непринципиальная, которые выбираются из базы знаний таким образом, чтобы они соответствовали одновременно и моему профилю, человека, который вызывает на дуэль, и профилю того, кого я вызываю на дуэль. Так, чтобы не получилось, если специалист по ядерной физике, я бы вызывал на дуэль журналиста, например, кто готовится по журналистике. Поэтому общий перечень вопросов формируется, исходя из пересечения наших условно программ обучения, которые связаны с компетенциями, а вопросы связаны в базе знаний с компетенциями. Вот одно из преимуществ использования модели компетенции в организации учебного процесса при использовании базы знаний. Первое, я вызываю на дуэль, там специальная кнопочка есть. Второе, мой визоди должен подтвердить, что он согласен принимать участие в дуэли. Он выбирает вопрос по праву выбора оружия, задает его мне из банка вопросов, на дуэль определенное время выдается, обычно по умолчанию это 5 минут, чтобы людей не особо грузить. И вот сколько за эти 5 минут мы можем успеть пострелять другую грузу вопросов, зависит от скорости реакции, скорости выбора. Каждая страна имеет равное количество выстрелов, естественно, и считается общий счет, кто выиграл, кто проиграл. Если кто-то выиграл, что такое чаще всего бывает, в его копилку в дуэли добавляется соответствующий балл. По мере накопления этих баллов они конвертируются в эти бейджи и попадают в систему мотивации, систему признания, результатов в данном случае не совсем учебного процесса, но по предмету, не просто так дуэль состоялась там не про космические корабли мы стрелялись, а вот по существу нашей подготовки. Вот таким образом это происходит и потом на слайде можете скачать, посмотрите поподробнее поподробнее, как все это происходит. Что интересно, что на выходе сводная аналитика, то есть что мы получаем на выходе? Первое, мы получаем оценку того, какие с точки зрения участников дуэли вопросы наиболее сложные, потому что они будут выбирать всегда наиболее сложные вопросы. Мы получаем статистику вовлеченности. Мы понимаем, что поскольку есть мотивация в эти бейджи и виртуальные награды, мы понимаем, что эти механизмы в большей степени заставляют людей разбираться в предмете, в предметном материале, потому что это вопрос готовности их участия в этих дуэлях. Правда, от участия можно отказаться не обязательно, но, соответственно, не набирать тогда какие-то бейджи, какие-то виртуальные награды. Ну и еще какие-то выводы можно делать. Сейчас же время истекает подробнее про это рассказать. Вот такие инструменты и механизмы. Про социальные взаимодействия и общение тоже все тут знаю, поэтому я здесь буду завершать свое выступление. Поблагодарю организатора вебинаров Павла Калиника за то, что он предоставил такую возможность. Ну и вас, коллеги, за то, что вы нашли в это трудное недельничное время возможность почти что с утра в понедельник нам с вами встретиться в цифровом пространстве и пообсуждать какие-то моменты. Прошу прощения за технические неполадки, которые были. Я не смог, к сожалению, в цифровом пространстве вебинара. Но сейчас попробую исправить это за ссылочку на запись вебинара вам на запись скринкаста с телефона постараюсь прислать в чате вывести, пока вы задаете вопросы или пока я не отвечаю. Вопросы? Может быть... Конечно, можно. Я позволю себе немножко воспользоваться своим положением. То, что у меня микрофон, я могу себя включить и задать такой вопрос. Дмитрий, может быть, это не совсем к тебе, но, коль скоро речь шла о геймификации, вот такой вот вопрос. Недавно столкнулся с таким моментом, что не все слушатели относятся к геймификации так положительно, как принято между нами разработчиками электронного обучения говорить. Часто сталкиваюсь с просто отторжением, то есть пытаешься ввести какую-то конкуренцию, а люди, которые сами заплатили за свой продукт, просто отторгают эту конкуренцию и начинают активно возражать против нее и вообще даже против публикации каких-либо данных об успеваемости. Встречался ли в твоей практике подобный прецедент и как тут можно действовать? Ну и раз уж мы говорим об E-learning 5G, может быть какое-то есть техническое решение, не знаю. Вот что наболело спрашиваю, не потому что может быть это ищу в твоих глазах эксперта в этом, но может быть есть какая-то практика. Ну отчасти наверное я смогу ответить на вопрос, по крайней мере прецеденты есть на эту тему. В нашем случае они в основном связаны с психотипами людей. Есть интроверты, экстраверты и для интроверта не так значимо и даже как бы отражает участие во всех внешних необязательных программах. Ну так же как программист садится наушники и вот с утра до вечера он в коде ему больше ничего не нужно. То же самое я предполагаю что есть и в студенческой среде есть интроверты и экстраверты чьи вот эти особенности проецируются на те инструменты про которые мы говорили. Но со своей стороны хочу заметить что это же не обязательно компоненты глинификации совершенно необязательная составляющая это дополнительные мотиваторы которые можно использовать можно не использовать. Любой инструмент он хорош тогда когда назначению применяется если обучение платное и вполне справедлив вопрос а для чего мне что-то еще кроме того за что я уже заплатил. ну и ответ на него существует такой а давайте мы это будем учитывать в расчете стоимости обучения тогда можно включить раз обучение платное соответственно стоимость это мотиватор тогда можно включить наценки скидки условно сейчас связанные с этими элементами тогда если вы хотите больше заинтересовать но опять же не для всех это необходимо но нужно понимать что за что все-таки в итоге это люди платят за то чтобы получить приложение к диплому условно или за то чтобы попасть на рынок труда с хорошим семьи но тут вопрос вопрос ведь еще такой когда люди приходят на курс то хочется чтобы они побольше вовлекались и соответственно получше выполняли домашнее задание и вынесли бы больше не всегда сам слушатель курса готов и может активно участвовать да и вот некоторый такой волшебный пинок хоть даже и для людей которые заплатили свои деньги он приносит свои плоды как правило то есть если людям напоминаешь о домашних заданиях и в этом смысле конечно и графикация играет роль и более того я хотел бы сказать что там процентов 90 как правило не возражает и поддерживает это но всегда найдутся люди которые потом в откликах скажут что вот все было хорошо а вот это было ну ну ни к чему абсолютно вот вот так что вообще вот идея о том что возвращать часть цены это очень ценная идея на самом деле постараюсь ее использовать вот я просто подумал что если бы были какие-то инструменты специально для таких вот интровертов это было бы очень интересно и я бы с удовольствием эту практику бы воспринял как-то попытался бы у себя применить ну это к ценностной модели к поведению да и к ценностной модели в рамках публической модели а что для них является вот надо понять если публичное признание не является ценностью можно в пирамиде да это масло посмотреть соответствующие уровни это базовый уровень да это потребность ну соответственно это деньги да в конечном счете ну и там выше эти соответствующие уровни самореализации есть такая потребность человека соответственно для интроверта наверное самореализация такой внутренний мотиватор как дать возможность человеку самореализоваться в рамках образовательного процесса не как бы не делая это публичным вопрос к методике конкретному предмету да да наверное как-то так Дмитрий огромное спасибо я может быть вышел с какой-то своей головной болью которая была не совсем по теме хотя вот услышал слово модная геймификация и сразу как-то возбудился по поводу тех событий которые со мной недавно произошли вот коллеги всем огромное спасибо тут собралась масса народа которые я лично знаю и спасибо вам что вы ходите не забывайте про наши вебинары Дмитрий огромное спасибо за то что провел этот вебинар я надеюсь мы Дмитрия увидим еще у нас вот хотя компания гиперметод стала проводить свои собственные вебинары вот тем не менее надеюсь нас тоже не будут забывать коллеги всем огромное спасибо я тогда с вами прощаюсь прощаюсь Дмитрием до новых встреч в Директ Академии до новых встреч Дмитрием спасибо большое я тоже прощаюсь ну и ссылочка с меня вот после окончания все-таки не уходить из счета я спасибо всего субтитры